Всем привет! Сегодня у нас будет немножко такая тема психологическая, потому что очень много было запросов. Аудитория моего канала, подписчиц, это женщины от 25 до 45, средняя возрастная категория. И очень у многих сейчас дети уже подросли, они перешли в подростковый период. Я хотела бы рассказать немножко, мне спрашивали, как вести себя, отношения вообще к вот этим переменам подросткового возраста ребенка, как правильно переживать это время вместе с ребенком своим. И какие-то советы, короче говоря, на эту тему. Сразу скажу, у меня ребенок еще не подросткового возраста. То, что я вам расскажу, это знания мои из, ну, мои его обучения в институте. Но, короче говоря, все гораздо проще, чем вы думаете, заморачиваетесь. Самое главное, единственное, что я могу пожелать в это время, это терпение, которое вам будет нужно. Почему? Потому что только на вашем терпении все будет держаться. Смотрите, чтобы вы понимали, что происходит с вашим ребенком. Первое. Он не понимает, что с ним происходит. Это перестановка гормональная, в первую очередь, эмоциональная. Его поведение обусловлено, его какие-то реакции, психика его устанавливается, баланс находит свой, кидает вправо-влево. То есть психика сейчас неустойчива, она ищет свой баланс, какие-то нормы социальные, общественные, личностные нормы и все прочее. И, короче говоря, надо просто это переждать, пережить. Реально, перетерпеть. Не пытаться в этот момент ребенка своего, не важно, мальчик или девочка, заниматься мурстрой, заставлять, ломать, ни в коем случае не ломать. Главное, как-то настраивать, оберегать и направлять его в правильное русло. Но при этом, конечно же, какие-то рамки там в семье вообще не должны быть, чтобы это не перерастало. Есть такие ситуации, когда дети, не знаю, матерят своих родителей, посылают, уходят из дома и все прочее. Ну, уход из дома подростка – это просто, как сказать, неналичие, отсутствие контакта между родителями, так как ребенок не может его не слышать, он просто уходит, удаляется. Это форма избегания ситуации. Итак, понимаете, что это гормональная перестройка? Это, во-первых, временно, все пройдет. В среднем этот период бывает с 12 до 14, 15, 16 лет. Это тоже индивидуально, когда половое созревание у ребенка проходит, вот этот возраст. Есть те родители-счастливчики, у кого вот этого кризиса подросткового у детей нет. Это все гормоны. Вспомните себя, чтобы понять ребенка. Вы себя навряд ли вспомните в этом возрасте, я тоже себя особо там не скажу, что мне что-то сильно там отличалось, да, но моя мама может со стороны сказать, да, какая разница была. Но представьте себя, когда вы были беременны вашим ребенком, как мама, когда у вас были гормональные вот эти все подвижки, как вас кидало, как вам плаксивость, слезливость, очень часто эмпатия чересчур, то есть пожалеть ближнего ребенка, собачку, котенка, просто проходящего человека. Не могу смотреть плаксивые моменты в фильмах, вот это. У вас это, например, было, или злость, агрессия тоже у беременных бывает, когда все раздражает, бесит, ничего не получается, все не по-моему, то есть эмоциональная окраска гораздо сильнее, чем события, потрясающие на самом деле, то есть вы очень восприимчивы, либо острые иголками, либо очень такие, как мягкие, как облачко были, и вас чуть толкни, у вас уже все, водичка потекла, слезы, все прочие дела эмоциональные. В общем, когда вы были беременны или первый год после рождения ребенка эмоционально, по сути, у вашего подростка сейчас происходит тот же самый перестрой в организме гормонов, и неважно, мальчик это или девочка. И не говорит о том, что они должны плаксивыми быть эмоциональными, они по-другому это делают. Они, во-первых, отделяются от вас, хотят территориально ограничиться, морально быть независимыми, плюс еще у них появляется своя личная жизнь и зона ответственности. О зоне ответственности поподробнее. Какие бывают, и очень частые, самые популярные претензии родителей о том, что дети не моются, не чистят зубы, не убирают комнату, плохо как бы выглядят или там ходят в грязной одежде рваной, я вот стираю, глажу, он носит все те же самые джинсы и футболку и в таком роде. То есть какие-то моменты ухаживания за собой. Забейте, не заставляйте это делать. Чистить зубы, мыться и все прочее. Он ходит в коллектив, начинают нравиться мальчики и девочки, интерес проявляется, и подождите немножко, там какой-то период времени, он поймет, что вокруг, или можете намекать, ну не сравнивая ни в коем случае, ну сам увидит, что мальчики и девочки другие опрятные, чистые, от них не пахнет, и, собственно, он постепенно, подросток придет к тому, что он поймет, что надо мыться вот этим всем заделом, заниматься за собой, ухаживать. Уборка комнаты. Если у ребенка, у него должна быть своя отгороженная какая-то территория, либо закрытая комната, либо если вы живете вместе в одной комнате с ребенком, у него был свой уголок, закрытый от вас, у него должна быть своя территория, это очень важно. Так вот, если бардак в его комнате, по правильному в психологии, пусть это будет бардаком в его комнате. Вот такая, знаете, коврик, проложенная дорожка у входа, дверь так отпереть от мусора, там, игрушек и, не знаю, еще чего-то там, всего парохла в комнате, зайти занести, например, ему поглаженную одежду положить, дальше пусть сам шкаф убирает и все прочее. Это его зона ответственности. У меня у самой был когда-то в шкафу бардак, в комнате я не любила убираться, но потом со временем это все прошло, закончилось, и у меня мама сейчас говорит, Галя, как у тебя дома чисто, хорошо, и ты, собственно, как бы я в подростковом возрасте не могла сказать, что у тебя так будет дома убрано, хорошо, чисто и все прочее. То есть, и когда я была подростка, у меня тоже была такая проблема, мне не хотелось этого ничего делать, этой ответственности не хотелось. Так что пусть, например, в комнате его или в его зоне у ребенка будет не чисто, грязно, как хочет короче, живет. Это его маленький мирок, понимаете? Вот вам хочется, чтобы было чисто, а ему хочется, чтобы было грязно, и у него на это есть право, у него вот своя зона ответственности, своя территория должна быть. Далее, если это идет вопрос кухни, не моют за собой грязную посуду, доставляют и все прочее, вы делите ему его тарелку, ложку, кружку, и не мойте принципиально, пусть он ест из грязного. Хочешь мыть, мой за собой хотя бы свою тарелку, ложку и все прочее. Если это уборка там в плане пылесос, не знаю, мойка полов, уборка какая-то по всей квартире, у каждого должна быть своя обязанность, у подростка в том числе. Но я считаю, что он тут, например, раз в неделю там пропылесосить, или два, не знаю, как там у вас, да, что обстоит, он это должен делать. И вы это просто не кричите, не орете, там, просто спокойно объясняйте. Я вот, не то, что я хожу на работу, зарабатываю деньги, так вы ему это не объясните. Вот я смотри, например, раз в неделю ты будешь протирать пыль по квартире, пылесосить. Я буду в свою очередь стирать на вас одежду, готовить еду, траля-ля, там, папа делает то-то, то-то, то-то. У всех, в том числе и у папы, должны быть какие-то бытовые хозяйственные обязанности тоже. Потому что мальчик или девочка, особенно мальчики, он будет, подросток, себя чувствовать ущемленным. Потому что, получается, он чувствует, я один типа дел, и он же не понимает, не видит, не замечает, да, вот этой вашей работы, что вы ходите на работу и устаете, что вам нужна помощь, что вы готовите еду, потому что у него с рождения это было нормой для него, и как бы не видит в этом работу никакой, не понимает этого. Короче говоря, вы должны тоже нести, какую-то домашнюю поругу что-то убирать, что все, короче говоря, было просто поровну. И если он этого не делает, это не должен за него никто делать. Пусть стоит грязная, пусть приходят его друзья, также мусор в комнате и уборка, пусть друзья приходят, пусть ему будет стыдно засрать в его комнате, вот так назовем. Это очень быстро вылечится такими вариантами. Главное, не орать, не стрессовать на него, не тратить эмоции попусту свои, потому что это все, понимаете, даже будет делать наперекор вам, подросток, потому что он просто отстаивает свои личные границы, рамки, свою территорию. То, что он хочет делать, чтобы было по его. Вы это просто забыли, у вас, вы, скажем так, управляете семьей, им в какой-то степени, да, бытовым домашним хозяйством, у него зоны ответственности такой нет. Если у вас нет контакта, я просто что посоветую, да, чтобы был контакт, вот так скажем. Чтобы был контакт, не надо лезть под шкуру. Видите, там мальчик, девочка влюбились, переживают, страдают, обязательно. Не надо сказать, рассказывай, что у тебя там срислось, я тебе помогу, пойду тебя защищать. Нет. Вы просто видите, что ребенок ваш какую-то сгрустинку словил, негатив какой-то, что-то у него происходит. Подходите и говорите, всегда ваш ребенок, короче говоря, в любом удобном случае вы это должны делать, не по расписанию раз в день, а когда вам этого хочется, чувствуете, желательно не больше, чем раз в день. Вы должны давать понять, короче говоря, своему ребенку, что, там, дружок, смотри, если у тебя какие-то проблемы, не говорите, я чувствую, что у тебя проблемы, или там тебе плохо, тебе грустно, или у тебя какая-то там депрессия. Дружок, смотри, если тебе плохо, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Если тебе хочется что-то мне рассказать, поделиться, я твой лучший друг, обратись ко мне, я тебя всегда выслушаю. И если у вас до этого были не очень отношения, вы должны всегда уточнять, например, я не буду тебя осуждать, ты можешь мне доверить. Или если что-то произошло, ты можешь мне рассказать, я тебе обещаю, я ругать тебя не буду, просто мы с тобой поговорим, я тебя выслушаю, или, может быть, дам тебе совет, подскажу тебе, как поступить, если ты сам не знаешь, запутался в этой ситуации. Ребенок должен знать это и чувствовать, как он будет знать, если вы ему об этом напрямую говорить будете. Если вы, вот это огромная ошибка родителя, они ему об этом ребенку не говорят, и они думают, ну он же знал, ну я же родитель, у нас всегда были хорошие отношения, а сейчас он просто перестал ко мне приходить делиться. Вот когда он был маленький, там ходил в начальные классы или в садик, мы с ним спокойно обо всем разговаривали. Но время прошло, вот оно, это проблема гормональная, он психика по-другому начинает работать, и он не будет к вам идти за помощью каждый раз, потому что он будет стесняться, у него уже другие темы, понимаете, более личные, у него вот это ощущение личного пространства и своей личной жизни появляется, которое он не хочет делиться, и это нормально. Вы это должны уважать, не влазить как слон в посудной лавке, идти решать его проблемы, там драться с его обидчиками и все прочее. Вы должны просто давать ребенку понять всегда, что вы готовы его выслушать, помочь, и самое главное, даже если он сделал что-то плохое, какие-то проступки, что он может вам доверить об этом рассказать, вы не будете его наказывать и осуждать за это. Самая главная родительская проблема, если вы это ему обещали, если он пришел к вам, доверяет и рассказывает, не нарушайте свое слово, не осуждайте его, не выговаривайте, что он такой плохой, ищите, подбирайте слова, общайтесь с ним так, без осуждения, потому что если он к вам доверился, и вы вот один раз его так вот отошьете, вы пообещали не ругаться, сами там лай на него подняли, как собак, знаете, гав-гав, на него кинулись, у него вообще не будет доверия не только к вам и к окружающим, он к вас вообще никогда не вернется. Вот эту дорожку доверия и помощи, чтобы не было депрессии, чтобы дети не были одинокими, чтобы был у вас контакт, чтобы они не уходили из дома и жизнь самоубийством подростки не поканчивали, да, это все в скупе, маленькие минимальные шажки от родителей, просто давать понять ребенку, что вы его уважаете, что вы его считаете тоже личностью, вы его не гнобите, и вы всегда готовы выслушать и помочь, поддержать его. Все, что от вас нужно. Постепенно, постепенно, просто гормональный вот этот взрыв, он будет утихать, 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 будет все мягче, мягче, мягче. Если ваши родительские проблемы, самое главное у родителей, вот, ребенок не ценит мою заботу, я трачу на него деньги, я работаю, вот эта вот оценка, это не его проблема, что он такой плохой, вас не ценит. Это проблема ваша, вы хотите этого одобрения, это, собственно, проблема с вашей психикой, это ваши запросы, потребности, чтобы их удовлетворяли. Сейчас поймите, что в данный период времени ребенок не будет это все ценить, естественно. Он сфокусирован лично на себе. И самое, что вы должны помнить, ребенок сам в шоке от того, что с ним происходит. Он сам реально не понимает, и с ним вот этот гормональный перестрой, это в первый раз в жизни. Вот из последнего, что я вам напомнила, это ваша там родобеременность. Вы уже, в принципе, взрослая была, взрослая личность была, и то для вас вспомните свои эмоции. Это был шок, это удивление, почему я плачу, почему я так реагирую, почему то, все, эмоционально. А у него в первый раз, он вообще не знает, что так может быть. Он напуган, и если вы будете давить, ругать и строить его в этот момент, вы его сломаете, либо вы его отдалите. В общем, вы только навредите, и ничего хорошего из этого не получится. Просто терпим лишний раз обнять, поцеловать, сказать, я тебя люблю. Это никто не отменял, даже взрослым и подросткам это всегда будет приятно. И давайте понять, что вы ждете контакта, вы открыты для своего ребенка, и он может прийти к вам за помощью, обратиться. Это самое-самое, на мой взгляд, важное, что я могу доверять родителям, могу к ним прийти за помощью. Это самое трудное и самое важное. Но это в ваших руках, постарайтесь, попробуйте. Я думаю, что у вас все получится. Если есть вопросы, задавайте под этим видео. Скоро увидимся. Всем пока.